Если им сейчас дать суверенитет, они просто вот как они жили, так же будут жить, и скорее всего, еще лучше даже заживут. Но в нашем случае не так. Нас сначала полностью отутюжили, разбили наши города, всю инфраструктуру, уничтожили 30% нашего народа. То есть, я думаю, шеченцы останутся в Наурском и Желудовском, когда мы эти районы заберем. Сергей Федотов, вы их заберите, там уже посмотрим, кто там останется. Но пока вы забрали как бы всю республику, и чеченцы там остаются, я не знаю, что будет, когда вы заберете два района. Сначала надо будет взорвать. Давайте сначала мы свою республику у вас заберем, а потом уже будем думать. Почему мы, русские, хотим, чтобы в Ох, Чечню вернули, в Седовине Шелудовской на Орске, Ставрополье? Я думаю, чтобы как-то загладить свою вину перед нашим народом, в России вообще не стоит заикаться о каких-то районах наших. Ей, наоборот, следовало бы еще и Ставропольский нам отдать, чтобы просто, ну как бы, это было бы хоть каким-то признанием своей вины. Мы одной депортации, которой они подвергли нас в 44-м, эту одну депортацию невозможно загладить, даже если всю Россию отдать нам. Если от Дальнего Востока до Калининграда все отдать чеченцам, даже тогда того преступления они не искупят. Поэтому чья бы мычала, но российская бы молчала. Кто депортировал чеченцев в Россию? Серьезно? И как тогда загладит вино перед русскими, которые пострадали во время репети? Но это, наверное, не у нас нужно узнавать, это вы как-нибудь сами разбираетесь со своими обидчиками. Мы, понимаешь, чеченцы, мы знаем, кто нас, мы знаем, кто депортировал нас, кто по отношению к нам является преступником. И мы с него требуем. Но нам, как бы, мы, конечно, будем за вас рады, если вы получите какую-то реабилитацию, компенсацию перед вами, извиняться. Но это не наша забота, извините, пожалуйста. Не вы за нас это решаете, и мы не за вас. Боритесь так же, как и мы боремся. Решайте эти вопросы. Зачем нам говорить, кто это делает за нас? Я понятия не имею, кто это будет за вас. Вы же и должны это делать. Чечня всегда будет в составе РФ. Когда Аляска станет Россией, вот только тогда Чечня будет отдельной страной говорить в один цой. Не знаю, какую параллель ты провел между Аляской и Чечней. С Аляской вы уж как-нибудь там разберитесь сами, с американцами. Чечня будет свободной сначала. Была и будет. Да, вы не умеете жить свободно, сразу начинаете грабежь, похищение людей, средневековье, сплошное обиду, друг друга вежать и тому подобное. Ты знаешь, если какие-то проявления преступности в молодом государстве являются причиной для того, чтобы сразу прийти, уничтожить 30% этого населения, оккупировать ее территории, поставить над ними своего наместника и заставить их праздновать твои праздники и скорбеть вместе с тобой в дни твоего горя, то в этом мире не осталось бы, наверное, никаких маленьких государств. Понимаешь, уже ни одно государство в истории никогда появилось и сразу на следующий день у него идеально все не бывает. Конечно, надо пройти все это, и преступность надо побороть, и какие-то экономические и социальные проблемы, это все надо побороть. За три года послевоенного периода, ты еще имею в виду, что если у тебя все хорошо, как, например, Каталония, которая, если сегодня отделиться, то она практически сразу же заживет нормальной жизнью, потому что база, все у нее есть, она не прошла войну, их не утюжили российской авиацией, танками, гаубицами, градами, понимаешь, у них все нормально. Если им сейчас дать суверенитет, они просто вот как они жили, так же будут жить, и скорее всего еще лучше даже заживут. Но в нашем случае не так, нас сначала полностью отутюжили, разбили наши города, всю инфраструктуру, уничтожили 30% нашего народа, то есть полностью вот на ноль все свели, даже на минус, я бы сказал. И потом у нас было три года для того, чтобы выйти в плюс, и разумеется, мы ничего не успели. Разумеется, у нас была преступность, у нас были проблемы с этим. У нас была крайне сложная экономическая ситуация, социальная ситуация. Но мы, у нас были внутренние какие-то неурядицы, мы стояли на грани гражданской войны. Это все было. Но нам нужно было помочь, а не оккупировать нас, не завоевывать, понимаешь, не убивать. Наоборот, нужно было помочь, сказать, что на вот давайте, я не знаю, деньгами финансово, политически, всячески, наоборот, надо было нас поддержать. Я думал, что чеченцы уже не поднимут голову, молодцы, я из Молдовы, про Приднестровье что-нибудь знаешь. Да, конечно, про Приднестровье тоже знаем. Не сказать, что я в этом вопросе, специалист, всю историю, но я знаю, что эта территория сегодня оккупирована Россией. Ну, конечно, официально Россия этого не признает, но мы это знаем, за счет чего она там существует. Между родными братьями есть границы, и АУК должен отойти в сторону чеченцев обратно. Крым никогда не был принадлежащим российским, и все же возвратили при наличии желания тема АУКа Белого Умя. Нет, я не говорю о том, что АУК должен отойти именно в Чечне и прочие вещи. Здесь не в этом дело. АУК может находиться в Дагестане, то есть территориальной быть районом Дагестане, АУКовским районом Дагестанской республики. В этом нет проблем, в республике Дагестан. Я думаю, что не нужно сейчас этот вопрос поднимать, потому что территориальный вопрос это очень сложный вопрос. Просто законодательно уже все готово для того, чтобы там восторжествовала справедливость. Нужно это сделать. А так пусть он будет в Дагестане находиться, в этом нет никаких проблем. У нас, Кавказ это один дом, и мы не должны к этому так относиться. Это Чечня, это Дагестан, какая разница, чтобы это не было. Это наша братская республика, в этом нет никаких проблем. Говоря о твоей деятельности, сверлял ли ты, есть ли в этом польза или в этом больше не очень польза, смотря с точки зрения велик. Да, разумеется, конечно, я всегда об этом думаю, и каждый ролик перед тем, как сделать о чем-то видео, первые три вопроса, через которые я провожу это видео, это есть ли в этом видео польза лично для меня, для моей религии, для мусульман в целом. Три вопроса, которые обязательно проходит любое видео. Томсо, нужно говорить о предателях нашего народа, речь об этом ослабло везде, не то, что ослабло. Нету его практически. Говорим об этом, Томсо, и вхождение наших на Вестан. Ауховский район, это сложная штука, много людей сделали карьеру на этой теме, и всеми силами стараются не включить два села, Акташ Аух и Ютаух, чтобы не терять власть. Нет, я понимаю, что это сложная тема, я понимаю, что на этом многие сейчас там. Это даже не столько сложная, сколько это очень опасная, взрывоопасная такая скользкая тема, и на ней очень легко сегодня поднять людей на что-то. И в то же время сделать какие-то политические дивиденды, на этом очень, конечно, легко. Но в наших интересах, в интересах чеченского, аварского народа, лакского народа, в том, чтобы этот вопрос решить по максимуму, быстро, безболезненно, его надо решить. И надо справедливо его решить. Это в интересах всех нас. Поэтому на тебе огромная работа, заранее благодарю за все, что ты делаешь. Мишу алейкум, ассалам, ялхо, барракаллаху, фига тебе, брат, за такую оценку. Иншаллах, я буду часто выходить в эфир, буду стараться это делать. Я работаю над тем, чтобы это делать, как видишь. Я специально для эфира купил камеру, теперь я купил еще вообще микрофон, чтобы это делать максимально профессиональнее. Иншаллах, эфиры будут проходить часто. Так вот, возвращаясь к Гауховскому району, те люди, которые живут в этих домах, им просто нужно предложить достойную замену, дать им эти средства на переселение, построить для них дома. И все, этот вопрос решен. Никто там, среди тех, кто сегодня проживает на этих землях, не будет идти на какие-то конфликты, я так думаю, по крайней мере. Я думаю, что они освободят эти земли. И все, вопрос решен. Район называется Ауховским, как он и назывался. Без каких-то компромиссов, там два села остаются там. Нет, вот как он назывался Ауховским, каких он был, в каких пределах он был, в таких пределах его просто нужно восстановить. И никаких проблем. Я так вижу решение этой проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok